Дорожный движение Продолжается. В Москве появятся камеры нового типа, которые будут фиксировать заезд за стоп-линию. Правда, во многих российских регионах такие камеры уже давно не редкость. Подробности в нашем сюжете. У столичных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения заметно расширяется функционал. В следующем году сразу 50 столичных перекрестков оснастят многофункциональными дорожными камерами, которые способны, кроме прочего, фиксировать заезд за стоп-линию, чему не придают значение многие водители. Сегодня в Москве такими комплексами видеофиксации оборудованы только два перекрестка, где камеры ловят нарушителей на стоп-линии при проезде на красный свет и проезде не из того ряда. Плюс к этому штрафы московским водителям отныне будут приходить максимально оперативно. В частности, уже в этом месяце Московская административная дорожная инспекция сократит время рассылки постановлений всего до одного дня. Постановления по делам об административных правонарушениях теперь отправляются гражданам полностью в автоматическом режиме. В России не так много камер фиксации нарушений, как это может показаться на первый взгляд. Всего по стране работает порядка 9 тысяч комплексов и есть ряд ситуаций, когда без инспектора не обойтись. В Татарстане на дороге вернулись полицейские с ручными радарами. Это произошло впервые после того, как министр внутренних дел Колокольцев запретил использовать эту технику. Причина печальная. Без инспекторов с радарами аварийность на дорогах Татарстана начала резко расти. Смотрим сюжет. В республике Татарстан решили вернуться к использованию ручных радаров. Напомним, два месяца назад запрет на них наложил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, аргументируя свое решение профилактикой и пресечением коррупции в рядах госавтоинспекции. Однако нововведение привело к другому нежелательному результату. Количество аварий из-за превышения установленной скорости за два месяца увеличилось вдвое, а количество погибших в три раза. В итоге сам министр внутренних дел по республике Татарстан Артем Хохорин принял решение вернуть ручные радары на дороге. Чтобы избежать коррупции, в ближайшем будущем планируется дорабатывать радары таким образом, чтобы устройство не позволяло стирать информацию в ручном режиме. В остальных же регионах России по-прежнему сохраняется запрет на использование ручных радаров инспекторами ГИБДД. В Москве давно и исторически существует проблема с лихачами на дорогах. Правда, ручных радаров у столичных инспекторов давно нет. Но вопрос оперативной фиксации нарушений правил дорожного движения со стороны этих лихачей оказался решен весьма изящным образом. Подробности в сюжете. В Москве комплексы фото- и видеофиксации оснастят новой системой автоматического слежения пидстоп. Суть ее работы заключается в следующем. Инспектор, подключившись к камере, располагается примерно в 100 метрах от нее. При этом поток нарушений с превышениями скорости более чем на 60 км в час начинает идти не в центр автоматической фиксации правонарушений, а инспектору на служебный планшет. Таким образом появляется возможность поймать нарушителя и остановить на месте. Остановив водителя, инспектор может проверить его на алкогольное или наркотическое опьянение и при необходимости отстранить автолюбителя от управления машиной. После введения новой системы остановка инспектором за превышение более чем на 60 км в час будет заканчиваться не просто штрафом, как в случае с камерами, а лишением прав. Если нарушитель не подчинится приказу остановиться, то на него сразу же будет объявлена охота по всему городу. Исключена и возможность подкупа инспектора. Передача нарушений на планшет фиксируется системой и отпустить нарушителя просто так не получится. Если водитель попытается дать взятку инспектору госавтоинспекции, то он в дополнение к потере прав получит еще и гарантированное обвинение в попытке дачи взятки должностному лицу. Предположительно, камеры фото и видеофиксации обновятся уже к концу сентября текущего года. Если устройство покажет свою эффективность, вполне возможно, что в будущем они появятся во всех крупных городах России. Взаимодействие в режиме реального времени в патруля ДПС и стационарно установленные камеры фото-видео фиксации обещает серьезно расширить возможности ГИБДД уже в самом ближайшем будущем. О системе пит-стоп, о том, что ждет злостных нарушителей правил дорожного движения пока в Москве, а позже и в регионах, мы поговорим с заместителем руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы Александром Евсиным. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Александр, вот система пит-стоп, она как будет функционировать? Любая камера фото-видео фиксации может стать инструментом для инспектора ДПС отлавливать или выявлять тех нарушителей, которые едут неадекватно в общем потоке? Совершенно верно. По сути, каждый инспектор ДПС получает в распоряжении всю систему видеонаблюдения Москвы. Каждая камера, которая зафиксирует опасные нарушения, может передать эту информацию на планшет инспектора, и инспектор может принять меры к задержанию. Причем тут речь идет не только об одном именно инспекторе, а, собственно говоря, о всей системе ДПС с целью того, чтобы поймать человека, который нарушает как-то очень зло и цинично эти правила, в любом месте города фактически. А ведь камеры будут выписывать штрафы этим людям. Не получится ли так, что двойное наказание? Нет, не получится, потому что то нарушение, которое выведено на вот эти планшеты, оно устраняется из системы ЦАФАП, то есть это от Центра автоматической фиксации административных правонарушений, туда оно не пойдет в случае, если этого человека задержат. Если не получится его задержать, потому что такое тоже может быть, то, соответственно, ему придет штраф. Получается, что инспектор будет выписывать протокол в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, и в случае грубого нарушения это может привести к лишению прав, а не к штрафу, правильно? Именно так, потому что нашим кодексом предусмотрено следующее наказание за превышение скорости более чем на 60 км в час. В случае, если это фиксируется камерой автоматической фиксации, и штраф выпишут в ЦАФАПе, то есть не наблюдая непосредственно нарушителя, то в этом случае этот нарушитель получит 5000 штрафа. Если же его остановит инспектор ГИБДД, он может уже претендовать на лишение прав. А кого будут ловить инспекторы ДПС в связке с камерами? Ведь если человек нарушает незначительно, ну, допустим, проехал 83 км в час, наверное, не стоит его останавливать? Именно так. Вот инспекторы не будут размениваться, как говорится, на мелкие нарушения. То есть мелкие нарушения – это задача автоматических фиксаций. А вот когда человек едет по городу превышая 60 км в час, чтобы понимать, что это такое, это когда машина несется по городу со скоростью, например, 180 км в час, 150 км в час. Это уже попросту опасно вот именно в данный конкретный момент времени. И, возможно, конечно, камера потом выпишет штраф. Этот штраф, возможно, будет оплачен, потому что некоторые такие люди ведут себя, ну, прямо говорить, по-негодяйски. То есть они даже не проверяют, есть ли у них штрафы, машина часто зарегистрирована на какое-то другое имя. И, в общем, им по большому счету плевать на эти штрафы. Вот эта система, она позволит именно вылавливать этих нарушителей и наказывать прямо на месте, предотвращая те нарушения, которые они могут совершить. А я напомню, что, к примеру, в Москве вот уже за последние две недели было два очень серьезных резонансных ДТП, произошедших на Кутузовском проспекте. Именно из-за хронического превышения скорости, причем не на вот там 3, 5, 10, 20 километров, машины неслись со скоростью более 150 км в час. И это закономерно привело к ДТП, в которой погибли люди. А насколько быстро инспекторы смогут отреагировать на зафиксированное такое нарушение? Потому что гашетку-то можно нажать прямо здесь, сейчас, за одну секунду. Некоторые машины разгоняются до такой скорости за 5 секунд. А потерять управление тоже автомобилем, особенно с учетом осенней погоды, можно тоже довольно легко. Успеют ли вообще, в принципе, инспекторы вот этого негодяя остановить? Ну, тут, понятно, нет какой-то гарантированной, потому что машина, к примеру, может превышать вне зоны действия камер фотофиксации, хотя мы постоянно наращиваем вот это пространство контроля. Но, тем не менее, как только камера зафиксирует такое нарушение, буквально в ту же секунду, это реально пройдет времени не более 2 секунд, инспектор получит сообщение о том, что рядом движется нарушитель, и будет уже с фотоматериалами, и будет показано, куда он движется. Получается, что инспектор должен вступить в погоню за таким образом? Ну, есть два вида нарушителей. Есть как бы более-менее вменяемые нарушители, которые хотя и превысили скорость, но тем не менее подчиняются приказам инспекторов, ну и в целом совершают только нарушения скоростного режима. Есть еще люди, которые просто бравируют своим вот этим незаконным поведением и специально шокируют окружающих. Такие люди могут и не остановиться, и такие случаи тоже были. В этом случае вся система ГИБДД и городских служб, она вступит в эту схватку с этим нарушителем и, несомненно, его поймает. И он понесет заслуженное наказание. Александр, а в чем основная причина вот таких диких превышений скорости в городских условиях? Проводились ли какие-то исследования на этот счет? Это какая-то особенная психология? Может быть, этим людям просто изначально не выдавать права? Очень хорошо бы им не выдавать права, но, к сожалению, мы не можем на этапе выдачи прав, скажем, заклинуть полностью во внутренние меры человека. То есть он может, в принципе, и хорошо знать правила, и, как правило, такие водители действительно неплохо водят автомобили, но у них абсолютно отсутствует чувство ответственности. И все это, вот эти их гонки по городу, они развиваются, конечно, по нескольким причинам. То есть это, во-первых, такая бравада, это показное пренебрежение к закону, к окружающим, плюс накладывается безнаказанность. То есть если их первый раз не пресекли, они начинают думать, что, ну, как бы это можно им. То есть у них это получается. Соответственно, создаются какие-то локальные сообщества, в которых такое поведение считается каким-то геройством, но они друг друга вот этим вот накачивают и реально бравируют просто своим поведением антизаконным. Недавно министр Колокольцев запретил использование ручных радаров именно по причине того, что они часто использовались для, ну, по сути, коррупционного взаимодействия инспектора и водителя, ну, и являлись инструментом для организации так называемых ловушек. Получится ли так, что система пит-стоп станет полноценной заменой именно ручных радаров, которые сейчас практически во всех регионах выведены из эксплуатации? Я думаю, станет, потому что основная проблема ручных радаров, что никто, кроме инспектора, не имел никакой информации о том, что же он по-настоящему зафиксировал. Системы фотофиксации стационарной камеры, которые включены в единую систему, они все передают всю информацию на сервер. Поэтому даже вот в данном случае вот на планшет приходит сигнал не конкретно с камеры, а сервер выдает уже на камеру. То есть все это проходит через органы контроля, и при необходимости всегда можно поднять и, соответственно, наказать того, кто использует свои служебные полномочия в личных целях. А не будет ли такая демотивация деятельности инспекторов? Они рассчитывают по привычке, по старинке, что можно как-то что-то заработать, как в анекдоте. Выдали радар, выдали знак 40 и крутись как хочешь. А здесь не получится. Я уверен, что нет, потому что, во-первых, подавляющее большинство сотрудников ГИБДД, у них в крови вот этот, в том числе и охотничий инстинкт, который срабатывает мгновенно на нарушителей, которые вот такие вот вещи делают. То есть это уже вопрос даже личного самолюбия и в каком-то смысле мужской гордости. То есть догнать и остановить человека, который таким поведением не просто плюет и на окружающих, он ведь плюет и в лицо всей системе власти и ГИБДД. Поэтому я уверен, что подавляющее большинство сотрудников ГИБДД будут даже с удовольствием использовать эту систему. Многие нарушители обладают автомобилями по стоимости в сотни, в тысячи раз, превышающие размер, наверное, даже самого большого штрафа. Может быть, придумать какую-то другую систему наказания для вот таких особо злостных нарушителей, которые абсолютно нигилистически подходят к своему поведению на дороге. А ведь автомобиль — это полуторатонный кусок железа. Если люди потеряют управление им, то он непредсказуемо врежется куда-то и убьет кого-то. Совершенно верно. Автомобиль — это средство передвижения, которое имеет... То есть это средство повышенной опасности для окружающих, если находится не в тех руках. Если водитель безответственен, и тут совершенно неважно, есть у него права, нет у него прав, он безответственен и превращает свое транспортное средство в потенциальное оружие убийства. Это недопустимо, поэтому, конечно, необходимо проводить ряд комплексных мер в масштабах вообще-то всей России. Я вижу направление в нескольких векторах. То есть, первое, у нас не должно быть людей, которые не оплачивают штрафы. Потому что, к сожалению, сейчас даже такие дорогие машины часто числятся на каких-то безработных, непонятных людях. Владельцу, фактическому владельцу, который катается на ней, получает вот это удовольствие от езды, он с машиной не совмещен в юридическом смысле. Поэтому ему плевать на штрафы. А штрафов бывает дикое количество. То есть мы фиксировали по 200 штрафов, причем все достаточно серьезные. Как с этим бороться? Необходимо, естественно, через эту же систему фото-видеонаблюдения проверять количество неоплаченных штрафов и рассылать эту информацию сотрудникам ГАИ, которые, если видят нестандартное увеличение, ну вот очень большой хвост неоплаченных штрафов за серьезные нарушения, останавливают машины и просто прекращают, отстраняют от управления до уплаты этих штрафов, как минимум. Затем, конечно, необходимо просто рассмотреть, вообще-то я думаю, что это уже во многом сразу же положит конец тому, что сейчас творится. Второе направление, оно было озвучено на совещании по безопасности дорожного движения, и в том числе вот заместитель мэра Москвы Лексутов, он предложил рассмотреть такой вариант, как зависимость размера штрафа от стоимости автомобиля, потому что 2,5 тысячи для владельца, к примеру, бюджетного фокуса, это вполне такое достаточное наказание, чтобы он задумался и впредь не нарушал. А для владельца какого-нибудь Феррари за размеры, стоимостью просто несопоставимой с Фордом Фокусом, это, в общем-то, просто мелкие расходы и воспринимается ими как плата за острое ощущение. На самом деле, большинство водителей – это абсолютно нормальные, добропорядочные люди. По данным Российского Союза автостраховщиков, только 2% водителей имеют более 5 серьезных нарушений правил дорожного движения за год. И, конечно же, в борьбе за сохранение наших жизней, за сохранение нашего имущества и за нашу безопасность, очень важно сосредоточиться именно на вот этих 2% негодяев, которые ведут себя на дорогах, совершенно не задумываясь о том, что вокруг них тоже живые люди. И здесь важно не выплеснуть вместе с водой ребенка. И, конечно же, инспектор ДПС, может быть, в самом ближайшем будущем, должен быть абсолютно незаметен для тех людей, которые привыкли ездить по дорогам нормально и постоянно попадаться тем, кто ведет себя на дороге неадекватно. А у нас в гостях был Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы. Александр, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, Петр, за приглашение. Всегда рад снова посетить вашу программу. В России полным ходом продолжается реконструкция федеральных дорог. Так, на прошлой неделе был открыт реконструированный, а по сути заново построенный, участок федеральной трассы М3 Украина. Подробности в нашем сюжете. В Калужской области после глобальной реконструкции открыли движение по участку федеральной трассы М3 Украина. Ремонт дороги завершили на три месяца раньше планируемого срока. На данный момент движение открыто со 124 по 174 километр магистрали. Для завершения работ на всей дороге автомобилистам разрешено пользоваться ею бесплатно. Однако потом за проезд придется платить. Реконструируемый участок проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам и рядом с Калугой. Ранее поднимался вопрос о том, чтобы предусмотреть скидки на оплату проезда для жителей Калужской области. Но пока что идея остается на уровне предложения. Новые дороги мирового качества – это всегда хорошо. Правда, стоимость проезда по реконструированному участку трассы М3 государственной компании «Автодор» пока не оглашается. Еще одна битва за деньги автомобилистов идет вокруг системы ОСАГО. Сейчас пользоваться ею дорого и неудобно. Попытки развернуть систему страхования лицом к автовладельцу натыкаются на мощное сопротивление со стороны страхового лобби. Подробнее в нашем сюжете. Министерство финансов предложило внести серьезные коррективы в систему автострахования. В законопроекте есть немаловажный нюанс. Нововведения разделят полисы ОСАГО на три вида. Эконом-полисы планируется продавать по ныне установленному тарифу. Их лимиты покрытия будут теми же самыми, что действует сегодня. То есть до 400 тысяч рублей по минимальному ущербу за каждую пострадавшую машину и до 500 тысяч рублей каждому по ущербу жизни и здоровью. Лимит выплат стандартных полисов будет ограничиваться уже миллионом рублей по каждому случаю. Однако для этого предусмотрено увеличение стоимости полиса. По мнению специалистов, она вырастет в три раза. Третий вариант полиса – премиальный. Лимит ответственности здесь вырастает до 3 миллионов рублей, а цена в пять раз. Однако, как сообщили в Российском Союзе автостраховщиков, в окончательном законопроекте Министерства финансов таких понятий, как эконом, стандарт и премиум-полисы, нет. Если закон вступит в силу, речь пойдет о возможности расширения покрытия ОСАГО на добровольной основе. Второй революционный посыл законопроекта – это расчет стоимости полиса без привязки к мощности автомобиля. Это предложение не встретило поддержки Российского Союза автостраховщиков. Также авторы реформы предлагают внести специальный коэффициент, который увеличит стоимость страховки для злостных нарушителей. А вот идея продавать полисы для новых автомобилей сразу на несколько лет в текущую версию законопроекта не вошла. К сожалению, у российских автомобилистов нет ни одной общественной организации, которая бы нас объединяла. По принципу немецкой АДАЦ, в которой состоит каждый второй автовладелец Германии. Поэтому защищать наши права перед интересами крупного бизнеса, в том числе и страхового лобби, получается некому. Пока мы все разрознены, нас можно брать поодиночке голыми руками. Именно это и происходит в области обучения вождению. Требования к автошколам с каждым годом ужесточаются, а количество учеников, готовых платить за обучение, большие деньги падает. Подробнее в нашем сюжете. В России выдача водительских удостоверений продолжает сокращаться. Причиной тому послужили ужесточенные требования к подготовке водителей. Стало намного сложнее сдать и теоретический экзамен, и площадку. Если ранее права получали примерно 2 миллиона новичков ежегодно, то в прошлом году отметка снизилась до 1 миллиона 600 тысяч. А в текущем году она предположительно снизится еще на 100 тысяч удостоверений. Вступившие в силу 1 сентября нововведения затронули автошколы. В частности, переоснащение классов обошлось учебным заведением в сумму от 500 до 1,5 миллионов рублей. Из-за таких требований, как, например, наличие площади размером 0,24 гектара, количество автошкол в мегаполисах сократилось в два раза. От госавтоинспекции потребовалось переоборудовать площадки для принятия экзаменов. Стало обязательным оснащение автодромами, закрытыми площадками и аппаратно-программными комплексами, которые дают право принимать практическую часть. Но есть и положительные стороны реформы. Количество аварий с участием новичков снизилось на четверть. И в госавтоинспекции предполагают, что тенденция снижения будет продолжаться. Основная цель реформы системы автошкол – это снижение количества аварий, в которые попадают новички. Но пока у реформы есть только один видимый результат – возросла коррупция. О системе обучения, вождению мы поговорим с нашим гостем, председателем гильдии автошкол России Сергеем Лобаревым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Это система, которая сейчас только начинает проявляться. Новая реформированная система. Она лучше, чем старая? Два года тому назад автошколы действительно получили новые программы с Минобразованием. Теперь мы готовим по 16 категориям и под категориям. Уже и мопедистов в 16 лет готовим. И в то же время, два года тому назад нам сказали, что это реформа, что вместе с этой реформой будут и представители ГИБДД ужесточать требования на экзамене. И вот два года мы ждали этих реформ. Но получилось так, что мы-то в реформах, а с 1 сентября узнали, что всего 15% по России экзаменационных подразделений ГИБДД готовы принять по этим же требованиям экзамены. Так что это не реформа. И, безусловно, ужесточение надо. Я согласен, что, к сожалению, 7, каждый месяц плавает эта цифра, 10% ДТП происходит с начинающим водителем. Повысились требования и, безусловно, повысили требования в госавтоинспекции. Да, но, к сожалению, проблемы остались. А хоть кто-нибудь отслеживает эффективность реформы? Вот два года уже прошло. В сентябре новые ужесточения были введены. Хоть кто-то отслеживает, это дает хоть какой-то эффект с точки зрения количества аварий? Безусловно, мы увидели по отношению к прошлому году за полгода эти снижения на 4%. Это эффект ДТП. Но в то же время мы знаем, что и по стране снижение ДТП на 15-20%. Стали меньше управлять автомобилем. Здесь, безусловно, и дисциплинированные водители стали. Это и видеофиксация тоже помогает. Штрафы увеличены. Так что здесь снижение. Но начинающий водитель, это ведь 8-10% это не учтешь. Мы ведь вместе с госавтоинспекцией выдаем водительское удостырение, а через год-два-три он проявляется. Здесь, конечно, надо смотреть в корень. Здесь это дисциплина, культура. Ведь через год-два-три после получения прав он как раз является опасным. Не думаете ли вы, что снижение количества аварий со стороны новичков связано с тем, что просто количество учащихся в автошколах стало меньше? Равно как и самих автошкол. Это вы правильно подметили. Мы с прошлым годом увидели процентов на 40 снижение количества желающих учиться в автошколах. Безусловно, это в два раза увеличена. Стоимость и уже молодые люди, а наш континент был 18-22 года, не всякий достанет из кармана 40-45 тысяч и оплатит от обучения. Конечно, в некоторых регионах на 50% упало желающих получить право. Так что здесь один из важных моментов. Снижение количества водительских удостоверений выдается с каждым годом. Все меньше и меньше. А в чем заключаются вот эти новые жесткие требования к автошколам, особенно в части принятия экзаменов? Ну, безусловно, поставлена планка в ГИБДД, и за эту планку не должен перейти на дорогу неподготовленный водитель. Это все правильно. Но, к сожалению, вы правильно говорите, во всем мире сперва планка ставится, определяется безопасный водитель, после ставится планка на экзамене. У нас это полицейские принимают, в других странах это гражданские люди. После к этой планке смотрят уже, какое оборудование необходимо для автошколы. И после педагогов под эти требования, чтобы сделать безопасный водитель. У нас, к сожалению, все с ног на голову. И что происходит? Мы три года назад узнали, что необходимо требования к педагогам. Теперь мы набили всякой требухой на полтора миллиона классы. Через два года узнали, что, оказывается, требования в ГИБДД совсем почти другие, особенно у мотоциклистов. И вот ждем год на год, должна прийти информация, кто же будет безопасный водитель, как определить. Так что, когда определим, кто такой безопасный водитель, вся эта схема опять рухнет, и опять будут вливания, опять новые программы. А вот вы сказали по поводу зарубежного опыта, когда гражданские лица принимают экзамены для того, чтобы выпустить потом водителя на дорогу или не выпустить. Может быть, и у нас такую практику применить? Ну, допустим, когда техосмотр передали Российскому Союзу автостраховщиков, ну, как-то все стало полегче. Аварийность, в общем-то, не выросла. Может быть, и здесь так поступать? Не сеть-то многие уже думают. Мы изучали зарубежный опыт, и, ну, раз зарубежно коллегами разговаривали с автошколой или с полицейскими, и они говорят, у вас полицейские проверяют автошколы, они принимают экзамен и выдают водительское удостоверение. Это очень круто. Коррупционная составляющая здесь может предел превышать. И, безусловно, во многих странах сделаны гражданские институты. Это и привлекают страховщиков, это и общественных организаций, это союзы матерей, возможно, и различные общественные организации, но, безусловно, меняют. Когда все в одних руках, это очень плохая тенденция. Сергей, вы сказали, что многие автошколы не выдержали вот этих новых требований, и даже цифра прозвучала, полтора миллиона рублей на оборудование только одного класса. Сколько автошкол мы потеряли за эти годы? По официальным данным, на 1 января 2013 года ГИБДД зарегистрировало 11 437 автошкол. Официально сейчас более 6 тысяч, почти 5 тысяч ушли с рынка. Это не только оборудование. У кого-то было оборудование, это обошлось, может быть, полмиллиона. Именно 0,24 ГА. Вот эти злополучные автодромы, площадки, особенно в крупных регионах, не позволили представить малого и среднего бизнеса, участвовать. Хорошая школа, здание великолепное, педагоги лучшие. 0,24 ГА. У меня есть 0,23. 0,24. Асфальт, бетон, покрытие, и все это, безусловно, не позволило многим выйти на рынок. В то же время мы ГИБДД говорим, а у вас есть эти 0,24 ГА? У нас нет. Государство, значит, не помогает, не датирует. И здесь, безусловно, у ГИБДД надо, наверное, более принципиально к этому отношению подходить. Тем более сейчас, тот период, когда мы в реформах ГИБДД объявили, оно административное мы делаем, ужесточаем требования, в то же время они идут с протянутой рукой к автошколе и говорят, дайте нам свою площадку, дай автодром. На какие условия? Не знаю, дай. Но это уже не то время, когда можно цыкнуть и сказать, иди сюда, чтобы у тебя 0,24. А у вас-то есть на каких условиях? Кто будет платить? Будет ли другая автошкола использовать мой автодром? Мои автомобили? Да, будет. Но вы нам еще туалеты, запасные выходы, пандусы еще на полмиллиона. Ради того, чтобы у меня сдавали, но это слишком дорогая преференция. Или уйти с рынка, или опять автодром отдать. Так что здесь мы даже в настоящее время не видели этого приказа о взаимодействии автошкол. Здесь, безусловно, ГИБДД, здесь не только команда, здесь надо управлять, менеджмент, логистику, надо знать, идти, возможно, компромисс, искать какие-то условия взаимодействия с различными профессиональными ассоциациями. К сожалению, мы повидим пока только спину представителей ГИБДД. Или так, просто пригласят для проформы. И до свидания. Дальше бы хотели увидеть. Давайте пообщаемся некогда времени. А здесь это очень важный момент. Тем более, напомню, Петр, теперь ведь профессия водителя. И если дойдет скоро, ведь у них сейчас даже жесткий рекламе по приему экзаменов. Если они будут затягивать приемы экзаменов, это уже нарушение прав конденсационных. Право на образование, право на профессию, там уже и прокуратурой пахнет. Новые автомобили практически все напичканы электроникой. Управлять ими очень просто. Ну, нельзя сказать, что совсем просто, но, тем не менее, электронные системы делают жизнь водителя заметно легче. Обучение же происходит по каким-то старым методикам и во многих случаях на старых автомобилях, которые, скорее всего, доживут свой век и уйдут с наших дорог навсегда. Есть ли в новых программах обучения вот эти новые технологии, которые стали привычными для большинства автомобилистов? АБС, ЕСП, другие системы, которые позволяют сохранить управление автомобилем даже в сложной ситуации? Петр, вы правильно подняли вопрос. Действительно, ту программу, которую мы получили два года назад и увеличили ее до 190 часов, и всего 15% в реальных условиях вождения, в основном напичкана теми знаниями, которыми процентов 60 не понадобится. Во-первых, сделали всех профессионалов, но нам по нашей статистике 80% утверждают, мы никогда не будем работать по найму водителям. Дайте нам, как в Европе, любитель и профессионал. В Европе отъездил, там 2-3 года без нарушений, обучился, сдал экзамен, получил сертификат профессиональной компетенции. И тогда он имеет право управлять. У нас автолюбители пичкают всем, как перевозить крупногабаритные грузы, пассажиров, составлять электролит. Он не автослесар, мы говорим, он никогда уже сухозаряженный. Лучше бы здесь, на практике, вы подсказали некоторые моменты, действительно, опциями пользоваться, гаджетами. Как быстро, оперативно, как выбрать автомобиль, больше этого человека, как оформить аварию. Мы этого не увидели. К сожалению, это дополнительным каким-то программой проходит. Мы, кстати, вышли на предложение с департаментом образования Москвы, они нас поддержали, дали специальную программу, как использовать парковочное пространство, как оформлять резиденты. И эти вопросы нам важные, они говорят, а мы вот нет устройства автомобиля, уже не заводят ручкой автомобиль. И вот мы 8 часов у школьной доски объясняем, как проехать пешеходный переход. Как так? Все это дается на трассе. Все это смотрится по глазам. Хороший мастер должен четко дать информацию. Обратите внимание, не за ручку, а за рукавицу взяла мама ребенка. Посмотрите, собачка, посмотри, он с мячом. Двое играет, смотри снаружи. Это все делается в реальных, дорогих условиях. Архаичные программы, они не соответствуют реальность сегодняшнего дня и зарубежному опыту. Сергей, ну и хотел задать вам вопрос. Вы на него частично уже ответили. Что нужно сделать, чтобы обучение в наших автошколах действительно начало соответствовать требованиям 21 века? Что нужно сделать? Изменить программу обучения, изменить всю систему обучения, передать прием экзаменов гражданским, разделить права на любительские и профессиональные. Что нужно? Петр, ну, пророков в отечестве не бывает, просто учитывая то, что я более 25 лет работаю здесь, и сам автоспортсмен, вы знаете, занимался общественной работой. Безусловно, педагоги с регионов аккумулируют мнение и, безусловно говоря, разделить программы любителей и профессионалов. Это будет, чтобы доступна была программа для любителей, более качественное обучение. Более качественное обучение, мы считаем это ни у доски, ни у площадки, Европа на площадку не принимает экзамен. Это в реальных дорожных условиях. Второе, это повысить качество педагога. Ведь у нас идут, мы ведь мастеров берем, он хороший водитель. А умеет ли он любить клиента? Слушает ли он его? Может ли определить его психотип? Этого нету порой. И, безусловно, сделать прозрачный экзамен. Безусловно, критерии-то как, готовим или нет. Хотя и сломали институт у нас, экстернат, как мы называем. А и в Европе-то индивидуалы. Тьютор определяет качество 5-6 человек. Не школы, использует школу, базу, при необходимости. Но теорию уже дают дистанционно. У нас учебника нет. Читать правила дорожного движения он может дома у себя. Так что здесь, безусловно, сделать прозрачный экзамен. Правильно говорится, чем мы и начинали эту программу. Возможно, более объективный экзамен. Это привлечение гражданских лиц туда, общество, чтобы не перескочил. Ну, какое обучение? Требование жесткое. А если видим, что он покупает это водительское удостоверение, просто дискредитирует и педагогов, да и в честь офицера. Так что этот очень важный момент. И, безусловно, мы уже часто об этом говорили. Выстраивайте единую систему автообразования. Мы будем добиваться и пытаться, чтобы в средних образовательных школах давали больше информации правил дорожного движения. Культура, этика. Это вот там вот. Мы-то дадим школам, говорим, как надо управлять, физику расскажем. Не только думать, но и как двигаться. Будет ли он это делать после получения прав? Видим, что нет. Это надо в доавтошкольном образовании. 28 числа будет, в сентябре, международный форум по безопасности дорожного движения. Мы попытаемся донести эту информацию, проводит Совет Федерации. И все-таки будем надеяться, что будет прозрачный экзамен, неподкупный, и повышать качество подготовки водителей. Многие новички, которые сталкиваются с первым барьером в своей жизни, предпочитают преодолеть его за деньги. Но дорога не прощает ошибок. И то, что экзаменаторы выдают водительское удостоверение, это не означает, что это индульгенция от всех грехов, которые можно совершить на дороге. И аварийность новичков, она в два, а порой в три раза превышает аварийность опытных водителей. Для того, чтобы работать с новичками, нужно, конечно, реформировать систему автообразования не в сторону ужесточения, а в сторону улучшения качества. Качество образования, качество приема экзаменов. И самое главное, работа с новичками после того, как они вышли на дорогу. Точнее, выехали на дорогу. Потому что сейчас, как только ты вышел из автошколы, вышел из ГИБДД, про тебя все забывают. Такого быть не должно. А у нас в гостях был Сергей Лобарев, председатель гильдии автошкол России. Сергей, спасибо, что пришли к нам. Удачи вам. А с вами был Петр Шкуматов и программа «Итоги недели». Также слушайте меня на радио «Русская служба новостей». До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова